что не нужно. Поэтому мы сейчас увидим бой весовой категории до 69 килограммов. Вот я вижу уже к рингу вышел кубинец. Это Эрис Ланди Лара Сантая. А его соперник Нон Бун Джам Нонг из Таиланда. Вот только что я был на ваших экранах. Ну Сантая проще говорить, сочетается. Вообще вот у тайцев, да, у них с именами и фамилиями тут, ну, язык сломать можно. Причем уважение к людям этой национальности. Нет, там у них есть еще одна традиция. А их бойцы все время имена меняют, говорят, что это приносит удачу. Вот. Как просто. Пеле, Горинчо. Когда Сингбанг Прочан становится Сингмоносуком, вот, тут, я же, конечно, шучу, это разные боксеры, но тем не менее. Итак, еще раз напомню, это весовая категория до 69 килограммов. Здесь у кубинцев новый человек. На Олимпиаде выступал в этой категории Лоренцо Арагон Арментерес. Ветеран. Завоевал серебро. Проиграл Бахтияру Артаеву из Казахстана. Так, очередной левша, на этот раз кубинец у нас. Вот без этого не обходится. Да. А потом вы сказали, что Сантае, ну, он не новый человек, он давно уже сборный, он только не был первым номером. Он давно сборный, он даже был чемпионом Кубы, насколько мне известно. Вот. Но на миры, Олимпиады и прочие неудачные движения просто ногой, я надеюсь, не подвернул голеностоп. Надеюсь, что нет. Мне кажется, что... О, хорошо. Слева ударил. Александр, несмотря на свой невысокий рост, относительно невысокий рост, он очень далеко бьет слева. Он далеко стоит, издалека летит рука, и он попадает. Вот видите, как далеко. Да, перед этим он по корпусу попал, также слева, издалека. Знаете, как говорится, комментаторы там, невысокий, но длинноруйкий. Ну, нет боксеров длинноруких, а есть просто вот... Которые умеют бить с дистанции. Бить далеко умеют. Да. А то складывается ощущение, ну, длинноруйки, у него руки там по колено, там, это на самом деле не так. Это просто постановка удара, техническое совершенство. И поэтому он бьет и попадает, достает издалека. Вот, пожалуйста. Ему и Сантая, и Кубинцу, и не надо подходить ближе обычного, да, для того, чтобы достать. Да, да, да. Бьет издалека. Точно сделает. Точно, хотя должно быть абсолютно все наоборот. Повыше ростом. Таиландец. Повыше немножко ростом. И казалось бы, что он должен использовать свой рост, длину своих рук, но здесь с точностью наоборот. У него левая рука, неважно. Мне так кажется, у Буджам Нонга. И он не может удержать его на нужной дистанции. Может, в этом еще дело. На одной левой руке держать на дистанции сложно. Здесь на дистанции держат ноги. И встречный справа жесткий. Потому что, когда противник бросается, он пропускает на встречу справа. И у него сразу мысли в другую сторону. Ах, мне больно. Не буду спешить. А левая рука, это ведь, да, ей бьют, но это боле для определения дистанции. Не, ну, тут тем более он подставляется. Не справа, в данном случае слева. Под сильную руку, да? В этом бою победу брачу я подержал Серик Сария в Казахстане. На соседнем ринге очередную победу одержал казахский боксер. На этот раз это Серик Сариев. Ну, у нас продолжается бой. В общем, в том же ключе. Просто немножко, мне кажется, разный класс у боксеров. Одна весовая категория до сегодняшней пары мы определили более-менее слабая. Но что значит слабая, это 51 килограмм. Другой национальной сборной, это был бы лидер. А здесь он по общему уровню, он как-то, мне кажется, выпадает. В этой весовой категории у нас, значит, составил Баланов. Андрей Баланов, да, ну и как вам кажется? Мне кажется, не даст он впуска кубинцу. Не даст он впуска, здесь будет, извините за сленг, за руба, здесь будет бой. Здесь никто назад не пойдет, я уверен за Баланова, что этот парень, он так просто ничего не отдаст. Он будет один из тех боев, которые очень любят зрителей. Зрелищный, с большим количеством удара. Я верю в этого парня, я знаю, что у него с характером все в порядке, с технической стороной все. Но физически очень сильный, выносливый, поэтому посмотрим. Вот до сегодняшней пары, если... Сейчас что-то он отвернулся. Он отвернулся, видать, неудобная ситуация была. В положении, и единственный выход, чтобы не пропустить удар, нужно было отвернуться. Но я так, я, насколько я это езжу. Возможно, да, возможно. Ну, мне кажется, немножко приспособился. Таиландец? Нет, знаете, не у него. Стоит только сказать. Вы знаете, Александр, не столько приспособился, сколько... Сколько мне кажется, кубинец стал горячиться. То есть, если он был расчетливее первый раунд, особенно он расчетливее был, подходил, прочувствовал, то сейчас бьет, даже не прочувствуя дистанцию. Да, но, знаете, я вам что скажу. Вот у меня такое ощущение, что... Ну, то, что состав у тайландцев поменялся, мы понимаем, мы это знаем. У меня такое ощущение, что у них и тренер поменялся, нет? Потому что совершенно не похожи тайландцы на тех боксеров, которые боксировали за сборную этой команды в Афине. Дело не в том, что они слабее. Дело в том, что они совершенно другой какой-то стиль исповедуют. Да вы знаете, я всегда радовал за то, чтобы боксеры были разных стилей. То есть, помните, было время, кого можно было... Лемешев, там, Резкиев, там, Савченко, там, я знаю, до этого еще, там, Логутин, там, Григорьев. Все разные были, разные стили. И стиль одна... Школа одна, а стиль разный. Поэтому, может быть, это и к лучшему, вот, другой стиль, другая манера ведения боя. Они отличаются друг от друга. Не могут быть все одного роста. Безусловно. Третий раунд у нас. Ну, абсолютно четко, ясно и конкретно с этим боем, нам, во всяком случае. Мы с тобой делаем паузу, смотрим, что происходит. Вот сидят наши коллеги, комментаторы с Острова Свобода Куба. И они постоянно говорят. Они говорят постоянно, и, знаете, так эмоционально очень. Вот, Александр, а мы с вами здесь такого эмоционального всплеска не видим. Тут понятно, рисунок, и все ясно. Ну, так можем нарисовать какой-то... На один момент поединка, да? Ну, мне кажется, да. Вот сейчас. Кстати, был нокдаун. Вот сейчас, вы знаете, что произошло? Значит, кубинец просто обманул. Он бил с левой прямой. Не обращали меня, а с левой прямой. А тут он два раза подряд ударил слева сбоку. Один и вдогонку еще один. Я думаю, в записи мы это посмотрим. Ну, хороший эпизод-то был. Хороший. Он его так поднатаскал, да? Да, приучил. Приучил к удару задней левой руки сильнейше прямым. Прямой удар. То есть. А тут ударил сбоку. Вот опять бьет слева прямой. Ну, таиландец пытается что-то сделать. Он как-то не... Робкие попытки. Робкие. Робкие. Ну, все же. А вот мы уже как-то говорили. У нас сейчас попадает. Вот сейчас навстречу попал, но силы-то не было. Удар не получился. Ну, для того, чтобы что-то делать, нужен фундамент. То есть нужно из чего это-то брать. Нужна физическая подготовка, техника, сила удара и многое-многое другое. А если этого нет, ну, ты пробуй, не пробуй. Как этот высотский пел? А сила силою... Нет, воля волею, если сил не проворот, да? Тогда и волю проявляешь, если есть силы. А если их нету... Не, ну, здесь силы очевидно не равны, но... Честно говоря... Вот, смотрите, Александр, давайте посмотрим момент. Вот сбоку раз. Сейчас еще раз снимать. Видите, сбоку ударил? Видите? Ну, вдогонку уже прям... Ну, сбоку попал первый удар, потому что до этого я нечего вот так четко и наносил удар левой. И второй. Уже когда-то спиной развернулся. По-другому уху. Здесь еще... Один раунд. Сейчас, по-моему, уже кубинец, так вполне сознательно, чтобы под начале раунда взял паузу. Но ведь паузу нужно брать тоже уметь. Он же берет паузу, не наносит ударов, но не пропускает. А чтобы понимали все, что ты когда берешь паузу, ты можешь столько ударов на пропускаться, что эта пауза станет для тебя... С передней рубки все время попадает в боку. Да, я согласен с вами, но у меня такое ощущение, что кубинцы вообще-то коней попридерживают. Многие, по крайней мере, все, кроме Гамбоа Толлидана и Лафита Эрнандеса 51 килограмм. Но по разным причинам. Толлидану он на голову выше, а Эрнандесу нужно выкладываться полностью, чтобы хотя бы не проиграть. Ну, то есть, другими словами, вот если была бы команда прибавить, прибавил бы... Вот кубинец бы прибавил на 100%. Безусловно, никаких сомнений. Если была бы команда вот с угла, прибавить в углу, и количество ударов было бы гораздо больше, да и качество бы увеличилось. Нет, явно человек, в общем, просто отрабатывает. А потом, вот, все-таки кубинцы, я еще раз повторяю, у них хорошие ноги. И дело в том, что если у них есть преимущество в очках, они это знают, им секунданты об этом говорят. То есть, есть какая-то негласная система передачи, что там на компьютере и как. До них доходишь, что не выиграют столько-то очков. Они экономят этот запас. Они могут двигаться просто по рингу, но не пропуская ударов. То есть, это отработано. Движения, ноги, техника. И пойди догони их потом, пойди отбери или заработай такое количество очков и нанести такое же количество ударов. Невозможно, его невозможно догнать. Нет, ну, конечно, скоростная выносливость у них потрясающая. У кубинцев это выражается и в том, как они передвигаются, и в том, как они бьют. За счет чего они такую плотность боя могут поддерживать? За счет работы на снарядах. Мы, ну, Александр Лебзяк все это знает. За счет не просто работы на снарядах, а ускорения постоянно. Итак, победил Эрис Ланди Лара Сантая. В весовой категории до 69 килограммов. В весовой категории до 70 килограммов. Омпорт 29, 31, 30.